Девушки отдыхают Что фан аудитория серии NFS выросла в разных поколениях И у каждого имеется свой взгляд на новенький NFS хит Я же в свою очередь не хочу поливать игру грязью Хоть она мне и не очень понравилась Каждый играет в то, что ему нравится Скажу одно, в визуальном плане NFS Payback мне понравился больше Со своей динамической сменой времени суток И более живым окружением Остальные недостатки оставлю при себе Не хочется, чтобы люди срались в комментариях по этому поводу Но тем не менее, NFS хит нехило обратил на себя внимание Как прессы, так и игроков И электроникам получилось завлечь в игру множество народу За это им надо отдать должное Молодцы! Пиар-компания прошла успешно Перейдем к следующей новости Компания Take-Two Interactive Зарегистрировала три товарных знака Связанные с франшизой «Мафия» Самая неудачная часть «Мафии» под цифрой 3 Продалась тиражом свыше 5 миллионов копий И поэтому издатель, возможно, решил вновь заняться разработкой И выпустить четвертую часть Помимо этого, просочился слух, что будет ремастер второй части Но проблемка в том, что над обновлением игры Будет работать студия «Ангар-13» Это те самые ребята, которые делали третью часть И ждать от них чего-то качественного плохая затея Как бы они не добавили больше багов и не запороли ремастер отличной второй мафии Время покажет, посмотрим, что у них в итоге получится Напишите в комментариях, вы бы что выбрали Ремастер второй мафии или же новую четвертую часть Red Dead Redemption 2, сколько же шуму ты наделала? Безусловно, консольные версии игр получились отличными А вот что касается ПК-бояр, то нервишки у игроков пошатнулись После релиза игры на ПК имелось множество багов, вылетов и отвратительная оптимизация Игроки рвали волосы на голове и полоскали разработчиков за то, что они выкатили игру в таком сыром виде Игра проседала даже на самых дорогих видеокартах Игроки сквозь слезы продолжали играть в нее Ведь многие считают игру шедевром и хотят с комфортом насладиться всеми прелестями RDR 2 Разработчики же в свое оправдание дали игрокам различные плюшки в онлайн режиме Рокстаровцы вплотную начали работать с компанией Nvidia, чтобы максимально устранить плохую оптимизацию Nvidia же в свою очередь выпускает обновленные драйвера, которые способствуют лучшей производительности наших видеокарт Многие пишут, что играть стало гораздо комфортнее, нежели раньше, а это значит, что разработчики не протирают штаны А пытаются предпринимать меры по устранению своих же косяков Напишите в комментариях, как у вас обстоят дела с оптимизацией Dead Island 2, наверняка многие помнят этот обалденный трейлер к игре Игру анонсировали аж в 2014 году, но после проект ушел в заморозку Игра два раза меняла студию разработчика Но в издательстве Deep Silver уверены, что если игра все-таки выйдет, то шумихи будет много Производством игры занимается уже третья студия Ее исполнительный директор рассказал, что Dead Island 2 это очень важный для них проект И они стремятся к наилучшему качеству Мы отдаем все свои силы и надеемся, что зомби-игра будет классной Рассказал директор сайту Game Industry, который брал у него интервью У меня на этом все, друзья, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх Удачи вам и хорошего настроения Будьте здоровы! Пока!